Ну а вот теперь давайте посмотрим на механизм стиха, которым устраивает этот инсимент. Ну, во-первых, что перед нами? Размер какой-то. Размер какой-то, проще говоря. Что мы делаем, когда пытаемся поделить размер? Считаем ударные и без ударных. Сначала надо прочитать стих. Давай, господа. Ну, мы уже прочитаем многое, в том числе слух. Пока что подключилось. Умень, недозрелый плод, недолгой на путь. Правда? Спокойся, не понуждай, перу мои руки. Не писав летящий дни, века проводите, можно и славу достать, хоть кварцом не слыдей. Что вообще получается? Да, какой-то бред. Какой-то бред. Да, какой-то бред. Ну что, какой-то бред. Вот хорей есть здесь, да? Я хорей, не везде. Не я, не хорей. Да, я вам это похоже. Может быть, какой-то ствол. А может, дай фибрахи? Тебе, когда такой ковол, с таким количеством ударений, еще двумя по три. А может, дай фибрахи? Нет. А фибрахи? Нет, но на твое трехстопник. Сначала вроде бы похоже. Да, сначала дай фибрахи, а потом... А дальше что-то не так? А дальше мы поняли, затем анапись. В первой строчке раз, два, три, четыре, пять ударений. Какой же трехстопник? Может, пятисотник, я хорей? Второй четыре. Следующий? Пять. А может, разнослобный? Следующий тоже пять. А может, разнослобный хорей? Он выглядит разнослобно. Да, четыре, четыре, пять. В чем разнослобный? Смотри дальше. А почему хорей-то? Я не помню на хорей. Я не знаю почему. Кто-то решил, что хорей. Наверное, это все-таки черепион какой-нибудь. Пион, по-моему. Там больше ударений. А может, там просто... Так. Может, это переменчивый... Размешка пиона. Переменчивый размер? Это непонятно. Может быть, это амфибрахи, но с вариантов? Амфибрахи, но с вариантов. Интересная версия, но непонятно. А может быть, это... Проще. Проще. Еще проще. Еще проще. Найдите минимальную повторяющуюся... Я предупреждал, что здесь будет подбух. Ну, ты ведь ехали хорей. Я... А, может быть, какому-нибудь субнационному хорей? Как вы? Кем хорей? Я... 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 Я повторяю... Без ударный-удавный, без ударный, без ударный, без ударный, без ударный, без ударный... Эм... Ты уверен во всех строчках? Ну, по крайне-нибудь... Вот хотя бы в тех, которые вам приведены. Может, я дам все? Нет, не похоже... В статье Пантемира около двухсот строчек, в последней редакции. Я не буду все 200 здесь писать, ладно? Таким образом. Я вас уверен, что мы зашли бы в тупик, если бы пытались понять, что это хорей, ям, амфибрахи, или еще что-нибудь. Значит, наверное, это что-то другое. Белый? Нет, ну как же белый? А можно у вас разные стопы? Разные стопы, это, конечно, красивая идея, но тоже не подходят, потому что они явно не повторяются. Еще проще. Откроете, пожалуйста, страничку, где у вас написано системы стихосложения. Это другая мысль. Может, это не сила ботоника? Это не сила ботоника. Отлично. Молодцы. Это не сила ботоника. А значит, бесполезно. Разбирается это ям, хорей, или еще что-нибудь. Это не сила ботоника вообще. Сила сила ботоника. Потому что это стихи, написанные мало того, что в Альдимиру, так еще и в доломоносовскую эпоху. Да? Да. Это, конечно, не значит, что мы не можем встретить образцов не сила ботоника. Можем. Я вас уверяю. Но вот здесь мы столкнулись с не сила ботоникой. Осталось понять что? Сила ботоника. Значит, проще всего решить, что это верлино. А, ну да, верлино. Это явно не верлино. Во-первых, в строчке их не верли. Во-вторых, мы явно в них чувствуем какую-то закономерность. Тоника. Тоника. Тоже не поедет. Значит, сила ботоника. Значит, сила ботоника. Давайте проверим. Сила ботоника. Если перед нами сила ботоника, то у нас должно быть соблюдено, по крайней мере, одно условие. А лучше два. Условие первое. В каждой строчке одинаковое количество слогов. Должно быть. Считаем. Одинаковое количество слогов. Пять. Четыре. Пять. 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 Всё на тринадцать. Правильная селабинка. Это правильная селабинка. Правда? Это значит, в каждой строчке в данном случае... ...на тринадцать. На тринадцать. Могло быть и меньше, могло быть и больше. Итак, консефир считал стихи чем? Словами. Словами. А ударения в них распределяются, как Бог на душу положит. Понятно, о чем речь, да? Точнее, конечно, не Бог, а язык. Главное соблюсти, чтобы в каждой строчке было, в данном случае, тринадцать слогов. Не пленитесь, сопоставьте, пожалуйста, первую и вторую редакцию. И подумайте, чем они отличаются не с точки зрения содержания, а с точки зрения размера. На это нужно время. Ну, там тоже тринадцать слогов. Так, да, там тоже тринадцать слогов. Отлично, уже хорошо. А где же самые слова? На вторую редакцию сочетается уме, уме, да, на второе слово ударение. А в первой там уме, слабый. Да, уме, слабый. Это звательная поддержка, вот слово ум. Правда? Ум в уме. А там по-разному, итак, как у нас. Разные слоги. Первая, ключевая редакция, там по-разному идут слоги. Да, разный вид. Ага, разный вид. Вот это уже лучше. Разный вид. Размер действительно одинаковый. Это силологический тринадцатисложник. Считался известным, прекрасным, знаменитым размером. Силологический тринадцатисложник. Мы к нему непременно еще обратим. Когда вспомним времена расцвета русской поэзии семнадцатого века. К тому моменту, когда Концемир писал свои сатиры, в основном все самые замечательные вещи были написаны силлабиками. И Концемир, несмотря на то, что он застал уже и реформу Моносова, и сочинения Третьяковского, он не согласился с ними, продолжал писать силлабиками. То есть для него силлабиками как бы не существовало. По-русски. Да? Итак, Концемир, это силлабик. Это нормально. Это неудивительно. А все-таки в чем отличие? Первая редакция или вторая? Зачем он это сделал? Там не только отличие в словечках. Более того, в содержании, по крайней мере по этому параметру, по началу, вы видите, что содержание примерно то же самое. Ну, развита одна мысль, но в общем ничего не добавлено. Почему-то через несколько лет Концемир решает вернуться к тому, что он написал так недавно, еще очень молодым человеком. Да и поздние сатиры Концемира выписаны человеку действительно молодым. Ему чуть-чуть затреклись. Может, ему сравнивают с словами? Ну, словите, как стояли? Ему что-то не нравится в том, как стоят слова. Это именно так. А, я не могу тебе даже. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Вы же говорили, что он не любил слабую тонику. То, что Манозов сказал, что есть ям, хори и тому подобное. А у него только как раз получается, что у него идут ям, а потом хори. Ну, это как-то, понимаешь, абсолютная случайность. Нет, идут. Где ям, а где хори? Идущим. 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 Тоже они абсолютно случайны. То есть на этом нам с вами внимание обращает историю сейчас. Здесь более тонкая вещь. Я не знаю, увидите вы ее или нет. Окончание одинаковое, отлично. Что-то ему не понравилось. С учетом того, о чем мы говорили с самого начала. Ударение? Да. Количество удалений? Количество удалений тринадцать. Да мы там? Удалений. Удалений. А, количество именно удалений. Да. Но нет, не это. У него все прорифмовано. Заметьте, рифму, силлабический стих, как правило, требует Павла. Все верят, что это строки прорифмованные? Да. На руки, руки, проводите, слыте, ноги, 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 проклали, потеряли и так далее. Действительно, классический силлабический стих требует рифмовки вот такой вот. Да, он держится на рифме в том числе. На разносложии и на рифме. Об этом еще поговорим. А может, была реформа моей силлабики? Ну? Может, была когда-то реформа моей силлабики? Ну да, он уже... Хорошая мысль. После того, как он писал первую, перед силлабикой. Хорошая мысль. Ну, что значит, была реформа? Всегда не реформа. Реформу создают сами творцы, правда? Да. Не было писателей, которые писали с силлабиками. Еще раз, ему нравилась силлабика. Он написал силлабикой всю жизнь. И ничего страшного в этом не видел. Более того, он написал... Ну, так получилось, что под конец жизни, да? Я не думаю, что он думал, что это конец его жизни. Вот. Но под конец жизни написал трактат. О сложении российских стихов. И, заметьте, там отстаивал силлабику. Хотя вовсю уже писал там Ломоносов, со силлабо-тоникой. Уж Третьковский примирился с тем, что силлабо-тоника нужна всем. Кантемир писал силлабикой до конца жизни. И не видел в этом ничего плохого. Еще раз повторяю. И страшно. Считал, что вполне наши стихи и наш язык годен для силлабики. А может, он специально нашел и писал так, чтобы вообще не было походу сюда в Тонику? Вообще совсем не похоже. Он хотел от других отличаться. Так, еще раз. Вы не хотите пока вспомнить то, о чем мы говорили в самом конце прошлого занятия и в самом начале. О чем? О цезуре. О цезуре. О цезуре. Посмотрите, где проходят границы слов. Ну, как-то-то как. Левая редакция в самом начале, а потом вторая редакция уже чуть пониже. В самом начале и чуть пониже. Это хорошо. Мысль очень хорошая, наблюдение хорошее. Вот, вглядись чуть попристайней. Я специально даю вам сейчас такую трудную задачу. Эта задача трудная. Ну, вот в первой редакции вот умея славы, умея славы, да, и цезура. А в второй редакции вы не дозрели о цезуре. Вот, наверное, что-то в этом есть. Дупайся дальше. Так. Может быть, он хотел приблизить цезуру где-то примерно в середине, чтобы она дозрела на примерно одно отлично слово? Конечно. То есть, проще говоря, если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что слово кончается во второй редакции. После каждого седьмого слова. Давайте проверим. Умея, недозрелый плод, недолгой науки. Покойся, не понуждай, беру мои руки. Не писав летящие дни, века проводите. Можно и славу достать, хоть творцом не смыть. Ведут к ней нетрудные в наш век плоти ноги, на которых смелые не заплутся ноги. Всех неприятнее тот, что волосы проклали, делит сестры ноги на нем силу потеряя. Сравните с первой. Проходит ли там обязательная вот эта граница? Нет. Не везде. Не везде, тот и она. А раз не везде, значит она не обязательна. Значит, в первой редакции цезуры просто нет. А вот во второй она появляется. И зачем-то Кондюберу это было нужно. А может, ну, была, ну, может, цезурия или цезурия? Ну вот вы, как раз, в начале спрашивали, что, что лучше, с цезурой или без цезуры? Надеюсь, есть цезурия. Хотел, наверное, не надо. То есть он хотел как-то силовику упорядочить на самом-то деле. Он действительно над этим был, я вас уверяю. Это не случайность. В отличие от Пушкина, который не думал над тем, какая форма ямы у него появится, да? Вот Кондюбер прекрасно понимал, что в первом случае у него просто 13 слов. И это случайный набор. А во втором случае? У него 7 плюс 6. У него это четкое 7 плюс 6, 7 плюс 6, 7 плюс 6, чтобы была пауза. Иногда эта пауза совпадала с ударением, да? Иногда нет. Опять-таки он страшного в этом не видел. Так, еще? Я так спросила. Да ведь мы говорили, что есть два правила для силами. Первое вот это было то, что для многих и многих и многих и цезулов во всех строчках. А второе, наверное, то, что цезура ближе к центру? Цезура получилась ближе к центру. Цезура вторая, да? И это, согласись, естественно. Могло быть и 6 плюс 7, да? Ну, разница. Разница действительно невелика. Ну, скажем, уже 5 плюс 8, где-то бросалось бы на слух. Тем более силлабические стихи, как правило, считались вслух. И я вас уверею, что человек, который 300 с лишним лет назад слышал вот эти стихи, он четко улавливал на слух, сколько там слабых. Они были для него настолько же привычны, как нам с вами, ям или хорей. Он четко улавливал на слух. Это 11 сложных или, скажем, 12 сложных. Он четко улавливал на слух перед ним 6 сложных или, скажем, 7 сложных. Понятно, о чем речь? Понятно. В видах эксперимента. Попробуйте сейчас, вот прямо сейчас, сочинить стихи 7 сложных. Пойдет? Силлабические стихи. Силлабические стихи. В каждой строчке 7 сложных. 4 строчки. Мне не важно, ли рифмованные будут, ли рифмованные. Но в каждой строчке 7 сложных. Хотите 8? Подсказка 8 легче, потому что 8 совпадет с нам известным 4-ступным ямбом или хорейом. Правда? 3 распределяйте, как хотите. Ваша задача, чтобы в каждой строчке было равносложие. Ну еще, конечно, высшие задачи. Чтобы у вас была рифма. И еще и 7 сложных, да? Еще, конечно, второе условие. Но второе условие не жесткое. Чтобы у вас была рифма. Но если оно у вас будет, то оно должно быть на такое. Про что писаться? Так это про море. Первое слово. Море. А зачем именно 7 сложных? Или можно любой другой сложный? Ну ладно, так и будет любой другой. Но, пожалуйста, выдержите его целиком. Ну да. А можно увеличить? То есть можно не 7 сложных? Если вам проще 13 сложных? Нет. Можем меньше. 5 сложных. Попробуй. 6 сложных. А ничего, если на первой строчке 7 сложных, 2 следующие 8 сложных. Ну, хотя бы по фоламу, да? Да, это 7, а это уже не в словах. Ну тогда это 7, и это 7, и это 8, и это 8. Лучше, конечно, если все 4 одинаковые. Что угодно, как правило, это тяжело согласиться. Всегда легче себе ставить еще какое-то примечение. В том числе формально. Ну скажем, поставьте себе задачу, чтобы у вас каждая строчка начиналась с одной и той же буквы. Хорошо. Тогда будет легче, я посмотрю. А можно больше силы? Пожалуйста. Ну тогда 8, 8, 8, 8, да? А можно еще 10? 10, 10, 10. Пожалуйста. 19, 19, 19, 19, 19. А сколько строчек должно быть? 4. А можно 5, 4, 5, 4? Да и минимум. А можно 5, 4, 5, 4? Можно, конечно. Попробуй. Можно. Но тогда выдержу это опять-таки. И чтобы у тебя целоматоника не получилась случаем. Потому что при 5, 4 она может получиться легко. Случаем. Ну скажем так, очень желательно. Кантемер писал белые целоматонические стихи в обществе. Нет, я поняла, что ритма если бы едет, то должна быть. Но если уже она есть, то она должна быть. Да. Или пожалуйста, просто белые. Вот все сделала не мягко. Но ритмы в силовике, как правило, все очень простая. Я согласен с тобой. Ну да. Какие логольные формы какие-то. Да? Да. Ритму новую, интересную, в силовике, честно говоря, никто не ждет и не ждал. У меня есть яблок. Вот совсем яблок. Четырех стоп. Да. Тогда это не совсем силовика, правда? Силовика. Итак, пробуйте. Силовика случайно может появиться, скажем, я не знаю, 2-3-5 строчек. Или скажем, яблок. Да? Это случайность. Это не значит, что это закономерность. Силовика странно звучит на наш слух сейчас. У нас еще будут примеры в этом убедиться. Как ни странно, в чем-то оно может быть и удобнее нашей привычной силовой тоники. Смотрите, у нас больше степеней свободы. Нас не вынуждают четкому чередованию стоп. Всего-то навсего условия, чтобы слогов было одинаковое количество. Так, Света, ну-ка. Можно вслух для всех. Четырестопный ябл. Четырестопный ябл получился? Ты уверена? Да. Пробуем. Приду с каникул в школу я. На первое вот сентября. Увижу я друзей своих. Успела отдохнуть от них. Позравлю всем учтению, что загореем всех черней. А как открою я тетрадь, хочу каникулы опять. Четырестопный ябл. Замечательно. По содержанию замечательно. До четырех ступеней. Согласись, не силовика. Правда? Согласись, не силовика. Ну, восемь везде эти. Восемь везде. Но восемь везде и при этом есть еще ограничения. У тебя всегда есть стопов. Правда? Хочу каникулы опять. Правда? Четырестопный ябл. Четырестопный ябл. Подсказка. Попробуем поменять листами некоторые слова. То есть, когда мы пишем силовикой, может получиться ям или горечка. Привычная силоватоника. Мне кажется, что нужно еще правильно услышать цезуру. Ну, в общем, хорошо бы символический стих действительно писать с цезурой. Это правда. Да. Чтобы у вас он распадался. Либо на 7 плюс 6, либо на 6 плюс 7. Как вы посмотрите. Но заметьте. Это ввел на цене. До консервирования какой цезуры в силовике не было. И ничего страшного. Так. Кто-нибудь хочет еще свой опус огласить? Для всех. Для всех. Маш, тогда громко для всех. Можно? Я? Давай. Тишина. Лишь песню волн я слышу. Я слышу громкий смех и тихий плач. И вижу ширь, и вижу гладь моря. Но никого нет рядом тут со мной. Стихи? Стихи? Силадыка. Силадыка. Это тоже почти Силадыка. Силадыка. Кто идет по берегу, озеро с сиренами, то ли это смерть моя, то ли огорчение. На что похоже? На силобатонику. На силобатонику чем похоже? Размером. Размером. По подарению. То есть перед нами в сущности? Силобатоника. Силобатоника. Трехстопный кто? Я. 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 Трехстопный хорей, конечно. Трехстопный хорей. Так. Валя. Плывет кораблик, волны нагоняя. Буйок слегка, слегка, совсем качая. А буйок плывет, качается. А стишок тут же качается. Это силобика. Одиннадцать. 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 Девять. Девять. Правда? Люди, читавшие силобические стихи, привыкли к неспешному чтению. Правда? Да. Да. Они действительно как будто бы выпевали каждый слог. Как будто бы пели его. «Значит». К силобике, конечно, стоит привыкнуть. Это не значит, что нужно писать силобику. Моя задача показать, как это делали раньше. На чем держится силобический стих? В первую очередь, равносложие. Это понятно. В каждой строчке одинаковое количество слогов. Три важно. Восемь ли? Десять ли? Одиннадцать? Тринадцать? Но в каждой строчке одинаковое количество слогов. Второе условие необязательное, но крайне желательное. Рифма. Рифма. При этом рифма, заметьте, как правило, женская. Как вы думаете, почему женская? Тут надо включить знания истории. Силобические стихи очень часто назывались словом «вирши». Стих по латыни мы знаем. «Ферсус». Подумайте, что должно было послужить посредником от «ферсус» к «виршам». До сих пор в русском языке есть это слово «вирши». И мы их, как правило, называем некие неуклюжие стихи. Потому что с течением времени «вирши» приобрели значение именно неуклюжести. «Ферсус» — это латинский. «Фер» — это французский. «Ферсус» — английский. Правда? Тот же самый корень. Через какой язык нам приходит? «Через польской». «Через польский». Откуда? «ИнчиславTE» — это из Греции, по-моему. «Через Польши» — «из Греции». «Из Польши» — это круто. «Через Польша». 2002 «Это к нам пришло». «Через Польша» — вот отсюда это «ш». Кто был в Польше знает, да? Как там все шипят? Именно. Поэтому для них это верши. Это нормально. Первые наши стихи, первые стихи, которые созданы по-русски, это стихи верши, стихи, пришедшие через Польшу, стихи силовические. Кстати, почему в Польше всегда силами? Потому что у них другой язык. Так, у них другой язык, ну-ка смелее, я вам говорила. Потому что в Польше всегда окончание женское. Конечно. Каждое слово в польском имеют ударение на предпоследний слог. Что из этого следует? Что окончание женское.